Продолжение следует... И вот во время очередного такого теста забросило меня в новый режим, который появился в патче 8.11. Это противостояние. Ну кто если вдруг не знает еще, то это такой режим, когда с одной стороны за команду собираются все танки одной нации, а против них играют танки какой-нибудь другой нации. Стоит отметить, что и танки балансировались, и сам балансировщик команд настроен таким образом, что он достаточно неплохо может балансировать танки вне зависимости от нации. Но когда у нас попадает много танков одной нации за одну команду, здесь у нас появляются некоторые нелогические сетапы. Ну например возьмем вот сейчас ситуацию. Против нас немецкие танки, и в основном здесь мы видим это очень тяжелые медлительные танки, которые обладают хорошей либо броней, либо хорошим уроном потенциальным, который они могут нам нанести. У нас же в основном быстрые легкие стэшки, которые порхают как бабочки и жалят как пчела. И вот попал бы вот точно такой же сетап на какую-нибудь городскую карту типа Химмельсдорфа, и все. У нас было бы очень мало шансов, потому что в городе эти птшки нас бы просто задавили своей массой, своим уроном и количеством своего хп. Но сейчас у нас большая открытая карта, и для этих птшек просто никто не может занять ключевые точки, а сами они достаточно медлительные и не могут далеко уйти с базы. То есть получается так, что мы не глупые, так сказать, в нашей команде ребята оказались, и не стали играть пытаться от обороны. То есть мы воспользовались своим главным преимуществом, это маневренностью, и сразу же постарались зажать противника на базе. То есть противник сейчас вынужден обороняться, и при этом его атакуют с противоположных сторон. Но даже если бы на этой карте мы постарались всеми своими силами ударить по противоположному флангу, то там бы у тяжелых бронированных медлительных танков было бы преимущество. А как раз на нашем фланге преимущество у нас. То есть у нас быстрые танки, и мы можем быстро зайти с разных направлений. То, что я сейчас и делаю, то есть я увидел возможность, что здесь никого нет. Вот эта невысокая насыпь, хоть она и не может все танки скрыть, но у меня очень невысокий танк, и меня даже до поры до времени не могут здесь засветить. Поэтому я пользуюсь своим преимуществом в скорости, в маневренности и в незаметности, прохожу в самый, что ни на есть, тыл к противнику. То есть вы видите, ну я рискнул, конечно, я мог получить какой-то урон, но я был к этому готов. И благодаря этому сейчас мы зажимаем противников, которые остались на базе, в клеще, так как они уже не могут использовать преимущество в своей броне. Ну потому что если они повернутся носом на меня, то в бок им прилетит от моих союзников. Точно так же сейчас у меня более выгодные ситуации, потому что я здесь вдвоем со своим союзником. А основная сила все-таки дает с другого направления, поэтому враг будет скорее всего пытаться атаковать, то есть обороняться против большего количества сил. То есть у нас есть хорошая возможность понаносить урон, не боясь на то, что на нас противник сагрится. И пока вы наблюдаете, как мы здесь, можно сказать, отбираем конфетку у младенца, ну потому что они ничего не могут сделать. Мы их здесь очень хорошо уничтожаем, раздамаживаем. Ну, в общем, у нас все преимущества на этом фланге. И посмотрите на противоположный фланг. Там у нас те, кто туда пошли, там, как я и говорил, у них не было возможности реализовать свои преимущества в скорости и динамике. И их там просто всех взяли и уничтожили. То есть у нас сейчас один фланг потерян. Но я особо не переживаю, потому что противники, как я уже говорил, у нас медлительные, а у нас достаточно мобильный сетап. То есть если я увижу, что начался захват базы, во-первых, у нас, я по миникарте вижу, что у нас достаточно близко к базе находится один быстрый СТ. То есть он первое время сможет начать сбивать захват. Ну, а к тому времени я уже надеюсь, что я подоспею. Ну, просто не хочется сейчас бросать такую хорошую позицию, потому что я здесь в самом углу забился. И мне надо полностью идти по всему флангу назад. Ну, и воспользоваться такой возможностью и понаносить урон. Тем более на такую халяву. Ну, глупо отказываться. Тем более, что противники, скорее всего, пойдут обратно в оборону. Потому что мы здесь уже прямо около ихнего флага. И начинать с захватом нет никакого смысла. Подводя маленький промежуточный итог, хочется сказать, что пока что режим противостояния находится в тестовом режиме и очень неиграбелен и несбалансирован. Ну, на нем можно, так же, как и на других каких-то не очень приятных режимах. Если повезет с командой, с картой и с сетапом, то можно какие-то эпические достижения получать, вроде кучи-кучи урона. Но, в основном, такие сетапы, они не очень играбельные. И было бы гораздо лучше, если бы вот специально для этих режимов СТ-шки балансились СТ-шками, ПТ-шки ПТ-шками. Ну, а тяжелые танки тяжелыми танками. Ну, с какой-то небольшой погрешностью. Кстати, обратите внимание, люблю я все-таки 75-ку. В нижний бронелист обычными снарядами не пробивается. Ну, вот этот вот, как вы видели, он ушел в стык. То есть, тут без надежды было. И все. И у меня заканчиваются на этом подкалиберные снаряды. И идут в дело уже кумулятивы. Но, я могу сразу такой спойлер сказать. Я успею отстреляться только один. Потому что вот уже в этот момент, грубо говоря, меня зовут кушать борщик. А, как вы знаете, реальная жизнь гораздо важнее, чем игра. Поэтому я бросаю и ухожу. Ну, когда я сейчас пересматривал реплей, я посмеялся. Потому что меня назвали голодострелом за весь бой. Я выстрелил только один снаряд. И только потому, что у меня кончились подкалиберные. Ну, я даже на тесте на Т-62 играл на подкалиберных. Ну, потому что они летят быстрее. И я к ним привык. А все-таки кумулятивы очень долго летят. А при динамичном бою все-таки более высокая скорость полета снаряда гораздо более важную роль играет. Итак, что же у нас новенького появилось в этом патче в ангаре? Ну, во-первых, вы уже, наверное, заметили все, что теперь медаль классности выдается вне зависимости от того, есть она у вас на танке или нет. То есть, таким образом, вы сможете знать, насколько хорошо вы сыграли на своем танке по отношению к другим игрокам за последние 7 дней. Также, те, кто будут хорошо дамажить за бой и набьют очень много урона, могут рассчитывать на медальку основной калибр. Ну, я уже на тесте заметил, что достаточно часто их получаю. То есть, я думаю, что у меня будет неплохая коллекция этих медалей. Но не будем загадывать. Кстати, про тест. Я думал, что это на тесте играют не очень хорошие игроки, поэтому мне там так легко и ненапряжно играть, даже не используя голдовые расходники. А нет, вот сейчас я играю на основном сервере, и ничего не изменилось. То ли в игре что-то изменили, что мне стало легче управлять танком и выцеливать, то ли еще что-то случилось. Я еще не разобрался, но, думаю, докопаюсь до истины. Ну, а пока мне хотелось бы узнать ваше личное, никем не навязанное мнение о режиме противостояния, если вам уже удалось с него поиграть. Оставляйте свое мнение в комментариях. И до скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова